Здравствуйте, друзья! Пожалуйста, ко мне на канал. Слушайте, я не мог пройти мимо этой темы. Правда, ну просто не мог, потому что у нас историческое событие. Да, кстати, если вы услышите грохот, не обращайте внимания, там небесная канцелярия, она стучит, в общем, гроза начнется вот-вот. Так вот, напомню, азиатский рынок в Genshin Impact основной. И Елань у нас с вами продалась самым большим бонусом, таким жирным бонусом для Михуё за всю историю персонажей. Обратите внимание, она заработала за первый день, за первый день, а это и статистика именно первого дня, 9,5 миллионов почти. Ну, то есть, тут 9,490, да, с половиной почти миллионов долларов, при условии того, что конкурентка её, это была Сюгун. Но Сюгун, если не ошибаюсь, поправьте в комментариях, у нас с вами вышло где-то в обновлении магазина. Я могу ошибаться, но, по-моему, момента, когда обновили скидки в магазине, и вы покупаете когда донатную валюту, вам столько же прилетает в подарок. Ну, Венти у нас Реран третье место занимает, четвёртое это Аята Венти Реран, плюс Сюгун опять же занимает. Пятое Аяка Реран, обратите внимание, кстати, когда Аяка выходила, она заработала в три раза меньше почти, чем Елань, да, прикольно. Ну, вот, тут же у нас Яймика рядом стоит, да, примерно столько же заработала, Ху Тао, да, заработала Реран, Ху Тао 6 миллионов, а она заработала 9, вы представляете? К чему я это веду? На самом деле, вот как вам, визуал персонажа, а я напомню, многие, очень многие игроки были пленены её визуальностью, да, то есть, действительно, качественный, красивый персонаж вышел, даже я, который, ну, честно говоря, всегда относился скептически к таким вещам, я могу вам сказать точно, то, что я был впечатлён, мне действительно понравился персонаж, очень качественно сделан, вот. И, конечно, маркетологи Михуё, они же Хуеверс попали просто в точку, ребят, просто в точку, потому что, ну, она просто побила все топы продаж, вот и всё. На секундочку, если мы возьмём того же Сяо, это был безумно ожидаемый персонаж, он заработал в два раза меньше, а Яка, которая тоже была достаточно ожидаемым персонажем, 7 миллионов. Ребят, вот, визуалка, а Яка-то по качеству, конечно же, как ДДшница, она же намного больше даёт. Да, я не отрицаю того, что Елань охренительный, да, хороший персонаж, если бы, кстати, её не порезали на бета-тесте, я думаю, она вообще имбой была бы, вот, конкретный имбой, по факту, статус сильнее, ульта чуть сильнее, Ешка сильнее. Ну, ладно, мы не про это, мы про то, что вот команда маркетологов как постаралась. Конечно, был перерыв у нас, но все крутили Аяку, большинство, с кем я спрашивал, пытались добить себе там С3, Аяку, С2, либо С4, вот, и достаточно много тратили, но, как вышла Елань, деньги оказались у всех. Я не знаю, честно говоря, массовость, да, этого, но я думаю, так как у нас азиатский рынок, ещё раз говорю, основной, наверное, и в основных топах Елань тоже всех заткнула за пояс. Напишите ниже, вы лично выбили Елань? Если да, какую, сколько созвездий, и выбивали вы сигнатурку или нет? Вот вам и Елань. Спасибо, что смотрели, не забывайте подписывайтесь на Трово, не забывайте подписывайтесь на Телеграм и на Дискорд, группа ВК, ну и также канал. Увидимся, пока-пока.